Сразу с радио? Сколько радио? Это... Стена крутости. Ага, так. А сколько вообще людей работает на радио? На самом деле на радио не так много работает людей, потому что... Да, все удивляется. Не требуется большого количества народа. Тем более у нас радио музыкальное, есть у нас какие-то тематические программы, но остальной упор все-таки делается на музыкальный формат. Скажем, новость у нас 3 минуты в час. Ну, чтобы не напрягать. Слушатели. Это вот эти, получается, да? Две как бы радио? Да, да. Две студии. А, тут обещание. Обещание. Есть вторая студия. День добрый. Отзор. Как работа? Идет? Ведущий там, да? Ведущий там. У меня сейчас как раз прямой эфир. Поэтому мы не будем ее беспокоить. Ее можно снять из окошка. У нас симпатичный ведущий. Как зовут? Марго. Марго? Друзья, Марго сейчас для берлинского народа вещает о том, что война закончилась. И в Берлине все мирно, красиво. Ага, да, да. Красная, говорит. Да. Так, сейчас пойдем газету, я так понимаю, да? Посмотрим. Это не газета, но у нас все вместе. В этом большом зале, когда мы сюда переезжали. Добрый. Отзор. Мы решили, что надо сделать большой залп, потому что дышится гораздо проще. Далее. Делится на две части. Угу. Я обычно шучу, что на этой половине деньги зарабатываются, но их тратят. Угу. Корректуры вот здесь вот. Потому что авторы у нас в основном работают дома и… Из дома, да, материал? Большинство даже не в Берлине живут. Угу. Ну слава богу, есть интернет, поэтому авторы не нужно приходить, печатать на печатной машинке что-то. Да. В редакции это всем удобнее. Поэтому это для редакторов и для корректуры хватит. Хватает места здесь. Графики… А графики это что значит? Ну непосредственно продакшн будет. Ага. Вот что Юля сейчас делает, это… То есть она подготавливает, да? Текст, иллюстрация, делает верстку. Угу. И потом все это отправляется в корректуру, а после корректуры отправляется в типографию. Угу. День добрый. Один вопрос можно… Сколько времени занимает вас вот на одну газету вот все редакции? Это мой журнал «Рецепт здоровья» и… ну две недели я обещаю. Две недели, да? А, это один журнал, правильно? Да, да. А газета… Пострее. Ну и делает больше людей. Я делала сама это. Ага. Окей. Супер. Газета там, да, верстается? Или нет? Нет, газета сейчас не верстается. А, нет. Газета у нас верстается в понедельник-вторник. Угу. Вот здесь. Угу. День добрый. Газета. Ну, он все знает. Работает. Да. Вот такие дела. Свободное время. Играет маленький бильярд. Здесь раздел экономический. Здесь у нас. Здесь у нас, как Гов говорит, шутит, делится деньги. Вас как зовут? Не делится, а зарабатывает. Меня зовут Вера. Вера. Да. Самый несчастный человек в редакции. Да вы что? Да. Общаюсь с читателями. Ой, ой, ой. И едем счастливо. Лично я. Сколько жалоб, наверное, да? Да, да. Нет. И благодарности. И благодарности. Всяко разное. Супер. Это вы с ними по интернету общаетесь? Или же просто... Нет, они звонят. А, звонят. Да, вот я с 16-ти до 19-ти. Угу. То есть просто общение, а вы их должны выкладывать, что они говорят там, или вы слушаете... Да, я по итогам делаю рубрику. Раз в неделю. Ага. А как рубрика называется? Интервью с читателями, а дальше тема зависит от того, на какие статьи откликались читатели. Ага. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. И, кстати, по-моему, единственное тоже в Германии здание, где существует отдел по связям с читателем, как раз вера, она отвечает за отчет. А где Дима? Не видели? Там? На лифте. Лена, а где Дмитрий Семенович? А, он... Здесь корпоратив. А? Корпоратив идет. Включение. День рождения. А, день рождения. А, день рождения. Что, вот так вот? Русский Берлин. Там склад. Склад там, да. А печатается где все? Это где находится? Не в этом здании, да? Нет. Нет, конечно. Газетная типография у нас в Потсдаме расположена. То есть типография все равно здесь, в Потсдаме? Ну, в Потсдаме, да. Ну, потому что при еженедельном ритме нельзя, конечно. В Польше или в Чехии было бы дешевле печатать, но пути слишком длинные. А журнальная одна, по-моему, из Баварии. А вторая, честно говоря, даже не знаю где. Понял. А одна газета сколько стоит в киоске, на улице, на продаже? Цена есть? Евро восемьдесят. Евро восемьдесят. Нормально. А тираж какой? Тираж порядка семидесять тысяч. Семидесять тысяч. Вообще нормально. Вот так вот, друзья, сделали маленькую такую экскурсию по газете «Русский Берлин». Как вы видели, все здесь мило, красиво, аккуратно. Нету таких сумасшедших движений, которые происходят, когда видишь газеты. Ну, это обычно, наверное, «Нью-Йорк Таймс» что-то такое. И где мы в пятидесятых годах. В пятидесятых годах, да. И в кино только тогда. Да. Пока все. Смотрите «Анзор ТВ». Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.